Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава двадцать четвертая Выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, Ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковый берет в залог душу Если найдут кого, что он украл, кого-нибудь из братьев своих и сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти Так истреби зло из среды себя Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты Тщательно исполняйте, что я повелел им Помни, что Господь, Бог твой, сделал морями на пути, когда вышли из Египта Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его Возврати ему залог пред захождений солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя И тебе поставится сия в праведность перед Господом, Богом твоим Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилище В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтоб он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление Не суди превратно пришельца и сироту, и у вдовы не бери одежды в залог Помни, что и ты был рабом Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою Пусть остается пришельцу, сироте и вдове И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие КОНЕЦ Продолжение следует...